Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007! Приключения случайного Грандмастера продолжаются! Девятый эпизод рубрики «Секретный агент» посвящен расе страшной имбы. Расе протосов. Это же те самые протосы, у которых есть карьеры. Это те самые протосы, у которых есть сталкеры и дисрапторы. Юниты, которых собираются нерфить, между прочим. А еще у них есть, я не знаю, прокси-роботиксы с имморталами, прокси-старгиты с оракулами. Ну, в общем, масса интереснейших развлечений, которые мы, собственно, и попробуем сегодня увидеть в деле. Проблема «Секретного агента» сейчас заключается в том, что как-то немного застоялся мой ММАР за протосы. За верга и за терна мы уже спокойно взяли 5700, а вот за протосы очень много времени было потрачено на раскачку, очень много времени было потрачено на то, что мы прорывались там с каких-то низов плотина даймонда, или не помню, куда нас изначально закинуло. Вот, поэтому просто физически больше времени нужно для того, чтобы набить тот же ММАР за тосы. Но вот сегодня мы постараемся, ну, если не решить эту задачу, то, по крайней мере, вплотную к ней приблизиться. А, не пойду разведываться после пилона. Не хочу. Не хочу. Что я хочу? Я хочу попробовать сегодня получше использовать колоссов. Юнитов, которые вроде бы обещают стать контроль. К такому стандартному стилю современных зергов. Еще я хочу... Ну, матчапе ПВЗ я даже не знаю. Может быть, хочу как-нибудь разок выйти в батонов, но не на такой карте. Ну, чтобы, конечно же, все увидели, что батоны на самом деле не контрятся, и Алекс всех обманул в предыдущем видео. Смотрите, оверлорд никуда не полетел. Любопытно. Почему так? Боимся фотонок? Он хату ставит. Тут ничего неожиданного. Странно-странно. Странно-странно. Ну, пойдем. Не давайте ему поставить третью. Пойдем ставить второй пилон. Так, что мы дальше будем делать? Старгейт поставим? Как вы полагаете. Или все-таки сразу роботикс? Да нет, наверное, надо старгейт как-то через... Или нет? Ай, не знаю, я такой нерешительный. Давайте мы вот здесь поставим роботикс. Просто... Скровенно говоря, я не хочу вот так сильно палиться, что я иду именно в робо. Это такое здание, знаете ли, которое... Лучше оставлять не спаленным. Ага, то есть он прям вот так, да? Он прям мне покажет, что поставит третий. Да, покажет. Ну, хорошо. Я не знаю, как мне сейчас использовать этот роботикс настолько ранний. Можно призмой, но... Слушайте, а давайте иммортала и с ним похарасим. Вот с ним полетаем в призме. Это может быть интересно. Ее, пробка спасена. Божественно. Ну, знаете что? Мы все равно сейчас пойдем разведывать. Что-то я что-то не удовлетворен результатами. Еще форжу какую-то можно. Ага, ты вот так будешь разведывать. Ну что ж, это резонно. Ну что ж, это резонно. Makes sense. Давайте. Бустанем грейд на варп, чтобы я сейчас смог заварпать двух адептов и полноценно... Ну да, тут все хорошо. И полноценно с этими адептами полететь призмой. То есть у меня будет иммортал. У меня будет пара адептов. Вау! У меня будет... Нехватка раба на газу. Это прям неожиданно. Так, все, есть. Погнали. Все, такой вот легкий харас. Мы под ним выходим на третью. Спокойненько так. Если что, сюда вернемся призмой. Она как бы для того и нужна, чтобы у меня сейчас в целом не было проблем на карте. Можно пока апсас сделать. Так, а где че вообще у человека? Тут прям ничего нет. Я боюсь, нам придется возвращаться. Ладно, не придется, но в сапплай-блоке посидим. И колосса я не успел загадать, да? Ну ладно. Закажем его как раз в таком формате, что мне будет. Сапплай-блок. Знаете, надо, наверное, летать с призмой и со сталкерами, а не с адептами. Стой. Иначе просто получается, что я оверлордов никак не могу снять. Сейчас я очень боюсь того, что будет мута. Поэтому нужно... А, вот и мута, кстати. Так, хорошо, я понял. Мута действительно будет. Что мы должны сделать? Ой. Мы должны понять, когда именно она будет, конечно. Ну, уже, собственно, вот-вот. Это очень важный момент. Нужно перекрыться полноценно. Так. И дальше мне нужны будут две группы сталкеров. Одна, получается, вот здесь. У нее будет блинг. И она будет защищать... В общем, несколько таких проходов сразу. И она будет защищать, собственно, третью базу. Здесь пара фотонок, чтобы мне не создавали слишком наглый второй фронт. Какая серьезная подготовка нужна к муте. Ни в коем случае ее нельзя недооценивать. И эту угрозу. Вроде я более-менее готов. Тут еще батарейку. Тут еще батарейку. Тут еще батарейку. Дальше Templar архивы. Ну, что там? Во что переход? То есть мне надо лететь сюда. Ааа! Не стоит мне делать призму, о которых я так сильно забываю. Вполне возможно, что от идеи делать мутон в итоге отказался. Б3 отменим. Так, у меня не долетела иллюзия, да? Как я понял. Не долетела, значит, нужна еще одна. Ааа! Она сюда полетела. Это была ошибкой. Караптеры. Ну, хорошо. Караптером готовы. Я хочу посмотреть, есть ли Люркер Дэн просто. Нету. Есть караптеры. Грейтер Спайр делается. Так. Так. Ну, кажется... Ого. Кажется, пришло время выхода. Так как там нет Люркер Дэна, то в целом, ну, вроде бы задача пока у меня не очень сложная. Ааа. Ааа. Где, где, где призма? Полетели. Да, сейчас у него будут Брадлорды, это неприятно. Но... У меня есть хорошее войско. С грейдом плюс 3. И там нет Люркер Дэна. Так, спокойно. Ну вы будете атаковать, ребят? У Вэйна вон тут морфит. Вэйна вон тут морфит. Выигранная игра. Сюда ещё надо сбегать. Что-то я застрял немного. Что-то там какие-то газы ставятся непонятно. Убили мне призму, но это не страшно. Ну, вроде бы так, нормально поиграли стандартные макро, но проблема просто в уровне соперника и... Действительно каких-то неразрешимых задач не было. Армия Вэллы у меня довольно долго была большая. Ну, то есть я увидел, что там грозит переход в мутолисков. Я к этому подготовился. Человек видя, что я разведал шпиль, переходить в муту не стал. Наверное, сделал правильно, но в любом случае он не помешал моему развитию в макро. Если бы он не собрал какой-то страшный лимит. Если бы там были ещё люркеры в дополнение к брудам, то было бы очень неприятно. А так, конечно, просто гидролиски, линги, бейнинги, брудлорды... Да, в теории это тоже работает здорово, если там сталкеров взрывать, когда они прыгают под брудом. Ну, это ещё нужно уметь грамотно сделать. Так, мы играем PvP. PvP матчап, в котором я из протсовских, конечно, уверен, меньше всего. В силу того, что, ну, матчап, конечно, своя специфика. Весьма своеобразная. Скажем так, я уверен в этом матчапе, если мы перейдём в макро. Но вот пока мы на стадии опенингов, тут как бы... Секретный агент будет немного хромать. Не знаю, на обе ноги или на одну, но... Определённо будет. Едем разведывать. Только сначала, наверное, поставим второй гейт, а потом едем разведывать. Чтоб не ездить сюда по несколько раз. Почему такая странная стенка? Это стенка, которую удобно закрывать... Когда соперник пытается адептами проникнуть. Чё он такой... Испуганный? Он реально думал, что я пойду ставить Некса, что ли, сейчас? Не, друг, ты чё? Такой StarCraft мы играть не будем. Он слишком рано меня разведал. Честно говоря... Ну вот, в таком тайминге разведки есть смысл только, если ты там прокси-гейтов боишься или ещё какой-то такой фигни. Я вот не боюсь. Таким стандартным билдом, как бы... С учётом того, что есть Shield Battery, вообще нормально можно отбиваться. Так, ну сейчас мы просто здесь... А чё это у него так раньше кибернетка прям? Интересно. В ущерб рабочий мы её делал? И пусть он играет на варп сразу. Хе. Stargate поставлю. Он никакие технологии пока не ставит. Нексус тоже не ставит. Ну давайте мы вот так сделаем просто... Чтоб посмотреть, что тут выйдет. И, собственно, не отдать пробку. Пока вышел один сталкер. Ну я не знаю, ладно. Таки быть, поверим ему. О! А знаете, что я зря сделал? А надо было бы посмотреть, а он идёт своими сталкерами вперёд или нет. Это же ключевая инфа. Идиот! Идиот! Шилд Беттери. Идиот! Очень интересно. Ну сейчас мы посмотрим, что у него дома. Ага, у него тоже оракул. И сколько у него сталкеров? Что это за билд? Это как вообще работает? Алё! Эээмм... Ну ОГГ, походу. Типа, я чё-то не понял вообще. Ээээ... ГГ? Ну нормально. Ну, в общем, пока я ставил Нексус, парень ставил Старгейт, Третий Гейт. То есть это такой жёсткий однобазовый раш, прям. Да, ну вот видите, конечно, на этой стадии в PvP я себе не очень уверенно чувствую. Я бы даже сказал очень неуверенно. Я пока не понимаю, как работают новые опенинги. Раньше всё было предельно просто. Если, ну, на тебя нападают, ты сидишь дефаешься на оверчарджах. Сейчас, конечно, очень много разной фигни такой. Я даже не знаю, вот какой билд был бы надёжным против того, что он делает. Слепую Феникса идти. Старгейт же явно в проксе. Не знаю, не знаю реально. Ну, конкретно против этой темы, наверное, прям такой жёсткий однобазовый блинк. Вот прям сидеть дома, ставить Твайлайт. Ну, просто что потом делать с чуваком, который поставил Нексус? Да, PvP, конечно, я пока не раскусил, мягко говоря. Я действительно не понимаю, какой билд тут надо было играть. Ну, или точнее, если я изначально не иду в какой-то там рашевый билд, то как мне просто... Как мне вообще узнавать, во что он идёт? То есть, чем я мог бы это увидеть? Сделать тень? Отправить тени двух адептов. Не знаю, не знаю. Тут есть над чем подумать. И, признаться, мне пока просто не хватает практики игр на новом балансе. Потому что... Сколько я там PvP сыграл на новом балансе? Третье, четвёртое. Вау. Я успел помешать Зергу на Одиссея, пацаны. Это просто... God Like Gameplay. By Alex007. Опять какие-то заскинованные дроны. Так, ну это я, конечно, не буду. Где пул твой? Нет у тебя пула, да? Ты две хаты до пула играешь. Молодец. Кому нужен пул, правильно? Только слабакам каким-то. Не, пошёл пул. Пошёл. Мне даже не очень интересно, где он поставил следующую базу. Хоть бы и на золоте. Никакой роли не играет. Единственное, что не, это играет роль в плане выбора технологий, в которые могу пойти. Потому что это либо Stargate, либо Twilight. Если там золото, то это определённо Twilight. Нет, там не золото. Тогда это Stargate. В чём разница, спросите вы? Ну, как бы в том, что... Я... В случае, если там золото, я должен его напрячь. А для напряга золота лучше всего подходит... Эээ... Ситуация, когда у зёрга сильно растянуты коммуникации. Так, переводим рабиков. Хорошо. Переводи на здоровье. Почему-то тут не три раба на газу, это ошибка. Так, ну это тоже будет не так просто. Будь добр, построй там чего-нибудь. Понял. Ну, кстати говоря, сейчас-то он мог и на золото пойти. Давайте это прочекаем. Если он пошёл на золото, то наша задача поймать дрона на переходе... Нет, он пошёл на золото. Ладно. Это-то вот ещё надо сделать. Куда это он? Не-не-не, ну-ка давайте вернёмся назад. Что щит такое? А-а-а, понятно. Я всё понял. Я всё понял. Там здесь и не-не-не. По-моему, я с ним делаю. Куда это он. Знаете? Ну да. Я не знаю. Эти, я ещё несколько лет, он так不是. Я знаю не знаю. Я всё понял, что… Ммм, оверлорды будьте добры. Да, оверлорда, ты убьешь меня или нет? Чего? Так, ну это уже переходит в стадию шизофрении. Такой откровенной шизофрении. Чего тут сильно много рабов? Чего тут? punkt 9 Повторная шизофрения Идемо Где ты? Старгейт у меня не работает, но... Как бы, чёрт с ним, на самом деле. Пормят Ага, понял тебя Ой, какой стазис Надо Ну и сейчас посмотрим, что у него есть вообще в целом там дома Это такси Ха-ха-ха... До тех пор, пока он будет сидеть на одних только лингах, меня все устраивает, ой... Тихо-тихо-тихо... Бо-х ты мой... Так, хороша... Почему у меня нет архива? Тихо-тихо... Ой, когда же он уже выйдет-то... Он вымикривает, там у него один беннинг есть, который все пытается как-то оптимально вонзиться... При том, что у него уже хат, по-моему, нет... Или где-то здесь, может, еще... Зерк просто шел в атаку до последнего... Ну да, ясно... А почему мне не дают именно игроков с таким ММР? Можно мне поиграть? С ребятами, у которых там где-то 5600, 5700... Это, конечно, очень веселые и прикольные игры, но, блин... Человек просто сидел на пятнадцати рабах... На двадцати всю игру... Ну, мы разведали, отконтрили... Все четко... Все по плану... Аэрфьюри... Попадается нам... Надо будет против него яростно сыграть... Яростно так... Ух... Так, здесь я помню, как ставится пилон хотя бы... Уже не будет у меня неприличной стенки... Ну, это я так думаю, конечно... Что помню и что не будет... Так оно на самом деле... Узнаем... Ну, не, вроде все ок... Бустелька как-то... Немного... Не пришей рукав... Ну, вроде... Все разрулили... Так... Эээ? Что за хата такая? Здравствуйте, я зеркаль оставлю хату на... Каком-то вообще там каварнацатом лимите... Ну, типа... Меня такое вообще смущает... Потому что это... Может легко вылиться там... В разного рода агрессию... В общем, я все понял... Я сейчас сижу дома и не рыпаюсь... И старгейт играю... Определенно... Поэтому я оставил там трех рабов на газу... И... Короче... Что-то все понятно... Так... У меня точно все хорошо со стенкой? Это так себе вообще... А, стоп! У меня здесь проход... Нет? Ща... Да? Угу... Я понял... Я понял... Я понял... Ээээ... Ну, его там не должно быть... Да... Меня очень смущает... Короче... Вся эта история... Я просто наглухо перекрываюсь... И плевать... Реально... Потом разберемся... С последствиями... И вообще надо бустануть грейт на варп... Короче... Включаем режим паникера... У которого опять рабов на газу... Да я вам говорю... Тут какая-то лажа... Что это такое сейчас? Так... Так... Я уже... Ой... Я предвкушаю... Что тут сейчас будет... Не знаю... Есть ли смысл что-то заказывать с торгите... Вероятно, нет... Вероятно, нет... Может точно здесь будет... Ай, эй! Щас левады забегут... Ааааааа У меня нет бустов, да? Не, ну все пилоны, которые питают Старгейт, он мне вряд ли убьет Их довольно много Их довольно много Погнали И вот тут есть проблема Закончилась мана оракулом Ну можно как-то, блин Тааак Спокойствие, только спокойствие Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Готовится пробивать. В том и в другом случае, мне сильно пригодятся оракулы. Ну вот говорил я вам, что будет какая-то фигня, да? Ну и что, и что, и что, так, и что, и что. Че хочешь? Нет нигде передроперов, так сказать. Ну раз нет передроперов, то, блин, жизнь удалась. Можно поджигать собачек. Например. Можно будет даже поджигать третью базу. Немножко. Это же сапплай-блок. Вот это да! Ну что, поджигаем? Попробуем. Как минимум это заставит его понервничать. Было бы здорово, конечно, понять, что там вообще дальше происходит. Помимо того, что я там заставляю его нервничать. Так. Какую же мы стенку построим? Наверное, какую-то вот здесь построим. Так, понял вас. Блин. Обидно немного получилось. Много королев. Это вообще не страшно. Что у вас, если вы, как, в том числе мы глянем? О-русскиjoешь. USB-скошь. По-русски. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Или не убьем Или убьем Или убьем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, я готов Забирать то, что принадлежит мне А именно ММР Просто вот тупо окликаем в другую часть карты И все победит за нас Четвертая база Ого Аппетит! 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 Ой, бейны сейчас нормально зашли Ну и вообще я нормально дерусь по частям Так-то Без дотекания, без дотекания, без всего Очень здорово Очень здорово Этой игрой можно быть довольным В супер-кризисной ситуации Все-таки Мне удалось Стабилизировать Положение в игре Я... Да если бы я там еще не провтыкал момент Что после потери шилдбеттери Точнее там не после потери шилдбеттери В общем после потери какого-то здания Может и шилдбеттери Там линги пробегали слева в стенке Если бы я там закрылся То я вообще бы отбился без проблем Ну и так получилось неплохо Даже очень ММР только что-то так медленно набирается Блин Я не знаю Я же вроде почти не проиграю Я что? Я проиграл одну пвп Правильно? Проиграл одну пвп Выиграл вроде бы уже 3 пвз Если я ничего не путаю Давайте, давайте, давайте Мои терновские и зерговские 5700 Ждут, не дождутся Когда же Присоединится и протас К этой кампании Имба же Имба батарейки Имба-карьеры Которых я пока так ни разу и не построил Кстати Но нужна какая-то карта Типа Blackpink Вот если сейчас Blackpink пвз Я иду в карьеров Не, Ascension не катит Слишком сложно Но с другой стороны Надо наверное вам показать Какой-то такой билд Который вы еще не видели Давайте попробуем Есть, есть такой билд Ордер интересный Который вы еще Определенно не видели И который Я думаю Может понравиться Вам А мне при удачном Исполнении Одержать быструю победу Ммм Норма реклама Билд Билд навеян В основном тем Что сейчас Подавляющее большинство Зергов Идет в лингов С грейдом Плюс один На коготь В самом начале Или Рашит в лейер И в том и в другом случае То что я делаю Будет работать Просто великолепно Единственное что мне Железно нужно Это спрятанная пробка Без нее Как бы билд Потеряет Половину эффективности Так вот здесь Мне Сильный упор на газ Не нужен Поэтому я рабом с газа Еду ставить Нексус Все хорошо В принципе На этом моя разведка Закончена Я даже В принципе Спалюсь Сразу же Но Спалюсь Для знающих Этот чел Не факт Что поймет Что-то По такому Телсу Как Форжа По столь Раннему И неожиданному Таймингу Поэтому я думаю Что мы Ничего не теряем Если он догадается И поставит Роуч Ворон Он будет Большой молодец Надо делать Сентри Чтобы Чтобы не терять В надежности Билда И потихоньку Добавлять Гейтвей В том числе В том числе И вот здесь Есть Четыре Гейтам Все хорошо Бустим Грейт на варп Проверяем Чтоб не было Передропов Делаем Еще одну Сентри Дома Так И это же Можно Раскрывать Сейчас Очень важно Чтоб не было Никаких Соплай Блоков Пойдем В чем смысл Билда В том что Здесь должна была Быть третья И этот Нет Понятно В том что Там скорее всего Сейчас только Зерганги Против которых Зилот С плюс один Работают Просто великолепно Это зилот С плюс один Детка Видите как они Просто Чудеса Вытворяют Ну че Пойдем На мейн Там Типа Пусть он Там Бегает Пусть у него Рабы Катаются Это все Нам в плюс Таак Прекрасно И вот Только он Казалось бы Может отдохнуть Тут Как тут Уже Следующая Волна Причем Это уже С плюс Два Какие у него Тут макропланы Были Дроны Делались Там Два Эволюшина А ну Вот как Получается Нехорошо Нет пока Даркшрайна Но ничё Сейчас уже будет И Даркшрайн Где-то у меня был Ещё один Гейт Я не понял А здесь Почему-то у меня Нет гейтов Это ошибка Ну все Он проиграл Он возможно Тратит какое-то Время На осознание Этого факта Но Ну да Вот так вот Это работает То есть у него Были просто Одни собаки И Зилот С плюс один Нанесли ему Гигантский урон А дальше Атака продолжается Зилотами с чаджем С плюс два Потом Зилла Архон С плюс три И всё это Конечно Очень Жёстко нарезает Лингов Бэйнов И гидролисков Роучами От такого Можно и нужно Отбиваться Но Нужно правильно Считывать Результаты разведки Он их не считал За что и был Наказан То есть он Видел раннюю форжу Но я Как бы ставил Её на пофиг Под оверлордом Эти билды Сейчас вне меты Их никто не играет Поэтому я просто Рассчитываю на то Что соперники Ну не могут Правильно прочитать Инфу Против такого человека Конечно Мы не будем Подобный Наивный Старкрафт Играть Ладдермен Рон Слушайте Ну Что мы будем делать Есть конечно Вариант Олл инчик Через прокси Роба Но Наверное Не будем Давайте я попробую Поиграть с ним Макро Я знаю Этого игрока Он довольно хорош И мне интересно Сейчас Как бы Меня наверное Должны были уже Немного расслабить Все вот эти вот Предыдущие игры С зергами Которые существенно Слабее Вот сейчас Надо собраться Потому что соперник Серьезно интересный И мне интересно Смогу ли я Собраться И показать Хороший Старкрафт Вот прям Когда В этом есть Необходимость Когда соперник Соответствует Или уже нет Его можно вообще Не разрядывать Как правило Этого парня Но давайте мы Полностью Прям Отрепетируем Стандарт Сыграем Либо Старгейт Либо Твайлайт Я не хочу С ним играть Роботик С который Сейчас у меня По стандарту В ПВТ С колоссами Там и всей фигней Если у этого парня Мне не нравится Вариант с колоссами Я лучше попробую Другой вариант Ага Что у нас? Давайте даже Вот так сделаем Я не могу Внятно Объяснить Зачем мне Это так сильно Нужно Сейчас Зварить ему Газ У меня просто Возникает Ощущение Что При игре Через Твайлайт А ну да Я могу Все логично Объяснить При игре Через Твайлайт На самом-то Деле Было бы здорово Несколько Сузить Спектр Билдордеров Который Может пойти Соперник По идее Все как раз Таки логично Так Судя по тому Что рипер Тут ничего не атакует Рипер полетел Ко мне И Нужно делать Соответствующие Выводы Рипер Рипер Этот Потому что Мы нет Рипера Не знаю Есть Я угадал С тем Куда он Полетит Ну Прекрасно У него барак на реакторе После рипера Все предельно Стандартно Так Я неправильно Отправил Раба На газ Но ничего Какой-то он Прям Злой 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 Добавляем гейты Смысл билда довольно ощутимо похож на то, что я делал в предыдущей игре в другом матчапе Только с поправкой на более серьезный фокус по отношению к апгрейдам Оп, матерь божья Хорошо Чу-чу-чу-чу У меня уже 1-1, я готов драться на самом деле Я просто показывал, типа, что я боюсь, но на самом деле вообще изи На самом деле изи Так, а теперь мы идем сюда, ставим здесь пилончик И с апгрейдами 2-2 будем идти Хорошо получилось, в принципе Да, как бы обидно, безусловно, что я потерял Достаточно важную для себя базу Нет, ладно Нужно здесь пилон чисто для вижена Все, можно идти Че тут Базы нет Здесь А где она есть? А ее вообще нет Это интересно Слушайте, ну можно идти сюда Все равно, по идее Интересно, я пройду или нет А, вот где база у нас Ну, конечно, я пройду Я услышал, что твои пробки будут в атаке Но потом я понял, о какой пробке речь Ай Так, ну там уже все понятно В плане экономики Зилы-то мои из 2-2, понимаете Как бы не шуточки Так, уходим пока Идем сюда Отлично Я немного похалявил в начале С двумя фаржами Да, я потерял третий Нексус В какой-то момент Это было неприятно И он вышел вперед по экономике За счет третьей базы Но я уже к тому времени Готовил атаку на 2-2 апгрейдах И именно в апгрейдах В общем-то весь смысл билдордера То есть сначала у меня был тайминг 1-1 на 0-0 С которым я прекрасно подрался После потери третьего Нексуса Затем у меня был тайминг с 2-2 на 1-1 И, собственно Практика показала Что это тоже был прекрасный тайминг Я даже не знаю, кстати Были ли у него 1-1 В смысле грейды 1-1 Это я так просто предполагаю Что они были Они должны были быть Но не факт На самом деле Реванш Окей, теперь я играю совсем другой стиль Теперь я играю через роботик С уморталами Тоже, наверное, с чарджем Но с уморталами, с колоссами То есть Стиль, который совершенно Не подразумевает Халяву Но я не буду Делать вид, что я какой-то другой баркод Давайте скажем ему Правду, это реванш Окей Несмотря на то, что он выходит без ГГ Видите, какие люди Там Вы любите мне на Ютубе писать Что вот там ГЛХФ Типа надо обязательно писать Это Вежливо Все дела Так должен делать каждый Вот люди, которые пишут ГЛХФ Они потом ГГ в конце Не пишут Ливают без ГГ Кто после этого вежливый Тот, кто не пишет Не желает удачи Не искренне Но зато признает поражение нормальное Или вот Такие люди, которые Вроде как тебе желают Удачи, счастья, здоровья Всего наилучшего А потом Потом ливают без ГГ Ну это все такое, конечно Это мелочи жизни Хорошо Похарасили Ну и мы точно знаем Что там есть Риппер Довольно полезное знание Скорее всего дальше Риппер Отсюда пойдет Сейчас мы его примем Тут можно и вперед пройти Все, знаете С такими-то раскладами Максимально сейфовый билд Роботикс Плюс два гейта Единственное, конечно Тут мина может быть ранняя Но Мин боятся вперед не ходить Да, вот и мина Очень жаль Ну хорошо По крайней мере я знаю По крайней мере я знаю Что это мина И что, соответственно Это могут быть дропы мин Мне домой Это полезное знание Блин, вот это шелд батарей По-моему я зря в нее инвестирую Ну ладно Тем более с учетом того Что у меня supply block А, это просто одна мина Ну тут какой-то не очень уверенный Старт у меня Прямо скажем Так, ну эти истории Я помню Это любимый билд Этого товарища На самом деле Воу Ну, ребят Не надо ж так тупить Господа сталкеры С таким Старкрафтом Мы, конечно, далеко не уйдем Много всего потеряно Есть тут че? Нет тут ничего Как бы Главная трабла в том Что дальше будет выход с танками От человека Понимаете? Я боюсь, что вот он уже Да? Ай-яй-яй-яй Да! Это проблемно Ну куда? 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 Не надо никуда лезть Ребята Короче, надо уже готовить Контратаку Так, я понял вас Ну это я делался Это, вы знаете, легким испугом Я бы сказал О, я люблю Приклеиваю Не надо Много Приятного Заставщик Какой Приклеиваю Какой Какой Требя А¥ Какой Приклеиваю Счастье Ноль вижена на карте Мой любимый StarCraft Чтоб никто не говорил Алекс не видит миникарту Ко-ко-ко Конечно Алекс не видит миникарту У него же миникарта пустая Как бы лол Чего вы говорите вообще Надо подождать момент Когда Либератор сложится Потом напасть Вот так Нет не так Ой короче Это все весело очень Но мы отсюда не будем нападать Будем нападать отсюда Ах какой он умный Просканил и все понял Ну молодец А у меня тут антиэра нету Да? Ммм понятно ГГ Он здорово просканил И правильно отреагировал На самом деле у меня все равно Тут в конце было неплохое положение Я мог бы его выбить Но Как бы Ну мне нужно было рисковать Я не мог нападать Через этот узкий проход В принципе я мог бы давно Пробить камни Но это ничего по сути Не меняло бы Ммм Обидное поражение Я мог бы тут сыграть лучшим Но на самом деле Слишком много было в начале Потеряно Типа вот эти вот Скачки моего инка Это все вообще было не в тему Из-за этого у меня Слишком поздно были гейты Слишком поздно было нормальное войско Которым это можно было бы убить Через атаку Интересная игра Опять же я бы Хотел ее переиграть Я бы хотел ее сыграть Чуть по другому Но Окей Это абсолютно равный мне соперник Вот 5700 5800 Ближе к 5800 Это как раз Мой уровень И С ним было интересно играть Где я сыграл лучше Я победил Где я сыграл хуже Я проиграл Как бы Все Все предельно честно За это мы и любим Старкрафт Правда Ну а сейчас мы попробуем Полюбить Старкрафт За ПВП Но только Блин Главное пережить Стадию оупенинга Реально Я в ней вообще Ничего не понимаю И я просто хочу Я просто хочу Ее пережить И все Я даже не знаю Просто У меня опять Ощущение Что В матчап ПВП Вернулся Прям вот этот Треугольник Камень Ножницы бумага Роботикс Проигрывает Старгейту Старгейт Проигрывает Твайлайту Твайлайт Проигрывает Роботикс Причем Ну Иногда Даже в более Жесткой форме И серии Старгейт Билд Без Нексуса Контрит Старгейт Билд С Нексусом То есть Ну правда Я не исключаю Что это мои Личные проблемы Что я просто Не понимаю Как это работает Но Иногда возникает Ощущение Что проблема Не только И не столько Во мне Хотя конечно Проблемы нужно Искать Прежде всего В себе Что тут у нас Ничего особенного Разведка у нас По одинаковому Таймингу Стенка у него Так себе Можно попробовать Ее побузить Адептами Давайте я может Двумя адептами Откроюсь А Или у меня Не успевает Гейт Для этого развлечения А давайте Попробуем Ладно Я потрачу Буст на Второго адепта А есть Че по технологиям Ну может И есть Но мне Никто ничего Не покажет Понятно Ой Я не знаю Гайс Я правда Не знаю Так Он пошел вперед Двумя сталкерами Я понял Я понял Как он пошел Вперед Я обхожу Ой Зато Можно Нексус поставить Господи Как я Профукал Буст Кто нибудь Может понять Что у него За билд У него 4 сталкера Это вам О чем то Говорит Мне вообще Не о чем Это может быть Примерно Что угодно При этом У него Не было Нексуса Но Как бы Блин Вот что это Такое Нек特別 ... Т hvad Может ẻ С С С С Сейчас у меня будет воядрей. Это хорошо. Но этого, боюсь, может быть мало. Продолжение следует... Сейчас у меня будет шилд Беттери. На этом хорошие новости заканчиваются. Или нет. Я не знаю просто, что у него, понимаете. Может он в дарков переходит. У меня ни черта нет. О, как меня смущает эта ситуация. Вот это называется игра в слепую. Не то, что я обычно делаю. А вот сейчас у меня игра в слепую. Не, ну шилд Беттери как бы нормально питает. Моего Рея. Надо еще батарейку. Сейчас он пушит с блинком. Ну, наверняка у него уже две базы есть, как бы. А-а-а-а! Да! Как он это сделал? Как мне не хватает сейчас бустов. Еще батарейку. Еще батарейку. Ха! Можно, пожалуйста, не так жестко своими батарейками? Я их очень ценю. Да, ну лучше имморталов, потому что, ну, у них тут чуть больше будет микропотенциала. Ой. Да ну! Да как так-то? Да. Там уже мейн заканчивается. Интересно, у него там ничего не заканчивается? У него все хорошо. Это он еще, кстати, не запрыгивал на мейн ко мне. Еще надо бы. Это за контроль. В каком напряжении он меня держит? Это просто кошмар. Реально. Да прекрати! А-а-а-а! Ну, знаете, я наконец-то позволю себе сделать оракула. СМС мы считаем, что у него что-то даже опса нет для вижены на хайграунд. Понимаете? Есть! Есть, опс. Я просто очень хотел выпустить пробку. Сделать вот так. Я-а-а-а! Продолжение следует. Здесь вы хотите. Спирать эффективность. Поехали. Не затяжки. Поехали. Бухали. Поехали. У него- Ну, наконец-то я хоть какой-то такой удар ему нанес. Он просто всю игру это делает, понимаете? Всю игру. Кстати, он мне апса выбил. И поэтому теперь он тут снова на хайграунде доминирует. Господи, какой он жесткий. Это просто дичь. Что? Там прям третья уже? Ну, у меня тут тоже третья, но типа... Там-то уже чардж зилоты. Ой, да, у меня тут тоже база. Сорян. Да, вот уже и чардж зилоты. Просто он всю игру, всю игру в таком напряжении держал. Это жесть. Просто жесть. 383 АПМа у человека. Тут хотя бы понятно, куда он его тратит. Ну, вот видите, как бы я пошел в Старгейт, а там блинг и все, и приехали. А-а-а-а. Жесть. Жесть, шесть, 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 шесть. Я плохо понимаю, как, что работает в этом PvP. То есть в какой момент я должен был перейти в атаку? Я должен свой блинг обязательно делать? Я не могу без своего блинга играть? Или мне просто нужен был ранний роботикс и ранний иммортал? Ну, вот, ну, 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 как, как это все прочитать? Как в этом разобраться? А-а-а. С PvP действительно проблемы у меня вот именно с пониманием матчапа. Я не очень хорошо представляю, как он работает. Тут тоже, на самом деле, я уже просто в начале получил отставание. Там, как бы у него уже третья база, оказывается, была. Я только позволил себе наконец-то полететь хоро с оракулом там на пятнадцатой минуте. Когда уже судьба игры была решена. То есть я понимал, что мне самому нужно идти на третью, но... Я просто не мог это сделать. Ну, ладно, с другой стороны, а че я так сижу расстраиваясь? Во-первых, сталкеров же нерфят. Именно из-за такой фигни, скорее всего. Сталкеров в следующем патче нерфят. То есть в PvP можно будет играть в том стиле, который я пытался играть здесь. Просто пока этот стиль не очень хорошо работает, но это нормально. Он снова заработает несколько позже. Так что все окей. Так, он идет разведывать. Отметим это. Ставим ему плюсик в репутацию. Этому мистеру Терану. На такой карте, как Одиссей, я играть в Robotics определенно не хочу. Так, тут что-то С просто, да? Я хочу все-таки разведать дальше. Есть пара неочевидных для меня моментов. Уже можно и нужно ехать. Неправильно я поехал, но ничего. Ооо, вот оно что. Рипера нет. Тогда делай так, делай так. Проверяем, не осталось ли где-то здесь СВ-шка. Это мало ли что. Там ставится бункер. Окей, СВ-шка не осталась. Прекрасно. Бункер, к сожалению, успеет достроиться, судя по всему. Мины не вижу. Да, бункер уже готов. Ну окей. Оп! Вот этого не надо было допускать. Но зато Марик не уйдет. Так, хорошо. Сейчас мне нужна разведка. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Ух ты! Это мяг. Нет, это не мяг. Это просто шесть гелеонов. Ядрить. Понял вас? Понял вас? Спасибо. Спасибо. вроде я достойно отбился так надо зелнаги контролить да 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 пилоны камин сун так понял Куда? Куда у меня релепоинт стоит? Немного такого хаоса сейчас у нас будет на карте Но в этом хаосе будет очень много чарт зилотов Это единственное, что я знаю о нем наверняка Погнали Оф Ух ты хитрец Хитрец Оп Погнали Как саплай блоки Ну только вот давайте без этого, умоляю Ничего нет тебя и здесь тоже понял тебя. Ой, какой тут классный был стазис, да? Ну, по-моему, тут уже всё. Я чизер? У меня четыре басы. Почему я чизер? Почему я чизер? Но это даже как-то не заслуженно, я не согласен. Чего он такой злой? Чего это я чизер? У меня 70 рабов, у меня 2-2 грейды, фу, прекрати. Глупец. Найстрай, найстрай, давай, ре. Вам нравится мой стиль? Просто делаешь грейды, строишь зилу, то отправляешь через атаку, побеждаешь. Как вам эта тема? Мне очень нравится. Просто, муа, сказка. Ну что, снова тогда роботик сдавайте после такой игры в очень разнузданном стиле. Сейчас попробуем устроить порядок. Порядок и уют на нашей базе. А-а-а, стенку поставил, бездарь. Э-э-э-э-э-э-ээ... Ну ладно. Разведка прежде всего. Мало ли что после предыдущей игры он захочет сделать. Не исключаю, что что-то страшное. Не, он снова поехал разведывать, так что все. Просто едем, ставим Нексус. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Очень хитро. Очень хитро. Оп, понял тебя Ухожу, ухожу, ухожу Ну что, там два газа? И, собственно, подождите-ка А где его рабочий? А почему я его не видел? А вот это уже прям интересно становится Даже очень интересно Прям тут такие интересности намечаются, что... Ё-ёй Где же твой рабочий? Не ставит ли он сейчас им какой-то прокси-фэктори? А? 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 Сейчас я иммортала сразу буду бустить, господа Не очевидны для меня тут расклады Очень неочевидны Шилд Беттери Будем во лбу ставить Вот это? Серьезно? Ну ок То есть он просто решил сыграть через два барака И типа мародёры с конкассив шеллс? Ну ок Я несколько Удивлён Как был ок Вообще не страшный билд С учётом Шилл Беттери Хочешь я по этому мародёру постреляю Мне в принципе плевать Короче, понятно Единственное, что меня дальше волнует Это какое-то продолжение Так, пока этот билд, конечно Мягко говоря, не опасен Собственно, что меня конкретно волнует В плане продолжения Будет ли это лын Или там дропы очень быстрые И переход во вторую базу Так, переход во вторую базу есть Мы, соответственно, идём Ставим третью Чё по таймингу старпорта Вот это главное Ружу какую-то давайте Ага, вот так Ну ок Стим есть Понял вас, мусье Тут расклады следующие Он сейчас будет очень активен на карте И чтобы его активность погасить Мне нужно будет довольно много войск Поэтому в принципе мы ограничиваемся одной форжой Он пошёл в атаку, да? Мы ограничиваемся одной форжой Мы сейчас делаем трёх колоссов С тремя колоссами идём вперёд Пытаемся на этом игру закончить Третья база у нас по большей части для проформы Раскачать её будет слишком сложно И я не уверен, что это хорошая идея Так, я вижу по мини-карте Он сюда идёт Поняли, да? Я вижу по мини-карте Понимаете, вообще Как бы масштаб трагедии, да? Мне всё ещё нужно Понимание того, что происходит Так Именно поэтому я не раскачивал базу Вот именно по этой причине Так Слишком далеко зашёл Теперь мы идём вперёд Угу Его войско здесь Good news Алё Как насчёт По Либератору поработать, нет? Ай Не до фоку В смысле, вы поняли Не до микрил Ну, вроде всё в относительном порядке пока Пожалуйста Так Хорошо Либераторов Профокусили Стоп Не спешим Не спешим Абсолютно Он провоцирует нас Заходить на Либераторов Мы на Либераторов Не заходим У него нет третьей базы Ну, это ж прекрасно У меня она Да, несколько формальная Но есть Мне туда бросил буст Он улетел в дроп Хорошо Это значит, что прямо сейчас И пойду в атаку И он не отобьётся Не-не-не Всё равно не отобьёшься Так Все 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 Теперь мы Уходим домой Уходим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У него 2-2, кстати, грейды Это неплохо Он вернулся домой Слушайте, давайте убедимся, что там, условно говоря, нет золота Тут реально дофига всего Окей, золота нет И он пошел в аллыновую атаку Что мы делаем? Слетаем к нему на мейн Говорим, что мы поражены его неудачей Ну ладно Он предпочел вернуться Наша задача поймать его на муе Где-то в центре карты А, блин Хотя ладно, это катит Это тоже катит Оскорбили нас напоследок, но ничего страшного Мы заслужили своей замечательной игрой Я очень доволен этой игрой Очень хорошо удалось сыграть с позиции силы С пониманием того, что делает соперник От обороны Там, где надо было, атаковали Там, где надо было, отступали Читали соперника просто замечательно В конце у него, я не знаю, почему была такая высокая добыча Но, видимо, это просто какие-то остатки на мулах По грейдам у него было 2-2 Это здорово, но Мне моих грейдов вполне хватило Состав армии был очень качественный С колоссами, с иммортлами, с архонами Здорово поиграли Я надеюсь, что вам понравился Девятый эпизод рубрики Секретный агент Протас по ММРу уже Приближается неуклонно К моему терновскому и зерговскому показателю Надеюсь, что и протасом скоро дойдем Где-то до показателя 5700 И будем всеми тремя расами поочередно штурмовать Гранд Мастер Лигу Я думаю, это будет очень интересное развлечение Так что оставайтесь вместе со мной Обязательно подписывайтесь на YouTube канал И до встречи в 10 эпизоде рубрики Секретный агент Обязательно делитесь своими комментариями и отзывами Они очень сильно мотивируют на продолжение работы над секретным агентом Услышимся Всем пока и удачи